Алгоритм двойственности и дуальности. Как только появляются два, начинается противостояние. То есть как будто жизнь сама по себе, а я сам по себе. Я что-то должен сделать по отношению к этой жизни. Либо мешать ей, либо не мешать, либо идти в ногу. Никогда разделение, никогда двойственность и дуальность не приведет человека к гармонии, к балансу, к совершенству, к узнаванию истинной природы самого себя. Почему? Потому что человек и есть сама жизнь. Человек и есть само бытие. Да, просто произнести это или просто подумать об этом, это точно недостаточно. Это не сработает. Как я уже говорила ранее и повторюсь, что человек должен в самом себе обнаружить настоящее, то есть себя с большой буквы, и то, что принадлежит данной реальности, персонажность, личность, образность. Человек должен научиться различать две эти ипостаси, две эти частоты и никогда не путать их местами. Так вот, различные информационные источники часто призывают управлять реальностью. Невозможно управлять реальностью, потому что опять появляются двое. Человек и реальность. Тогда возникает вопрос. А кто создал реальность? А кто создал жизнь? Если человек к этому не имеет никакого отношения, если он жертва, если он помещен, да, как жертва в эту реальность, то тогда он остается рабом матрицы. Он ничем управлять не может. Да, он может играться в попытку управления, но он никогда не станет по-настоящему хозяином. Почему? Потому что он должен обнаружить, что он есть это. Он есть неделимость. Он есть само бытие. Он есть сознание бытия. Он есть суть мироздания. И он должен обнаружить, где в теле он это чувствует. Он должен стать проживанием этого. И тогда жизнь потечет через него. А так человек пребывает не в жизни. Он пребывает в идее о ней. А это две большие разницы. Это две несопоставимые координаты. Для того, чтобы действительно стать потоком, для того, чтобы чувствовать эту поточность, человек должен обнаружить целостность, неделимость себя и жизни, себя и сознания, себя и Бога, себя и бытия. В этом ключ одинности. Человек не бывает отделим. Человек может лишь пребывать в иллюзии отделенности. И именно эта иллюзия отделенности и является основой ада, основой страдания, основой драмы. И никто не спасет. Человек должен дойти до критической отметки разочарований и ужаса в связи с этой отделенностью, в связи с тем, что он поверил в эту отделенность, и начать взывать, начать вопрошать. И тогда по крупицам он начнет ощущать, улавливать собой, что он никогда не был отделим от источника, никогда не был отделим от жизни. Он есть сам этот поток жизни. И это не значит, что это всегда все будет удаваться. В данной реальности разные грани, разные краски, различные характеристики и признаки. Это своего рода танец. Танец сознания через осознавание его посредством самого себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok